здравствуйте мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая а сегодняшняя тема подкормка капусты от такого страшного заболевания как тела знаете что это такое не знаете я думаю что знаете страшное дело когда все гниет и пропадает по неизвестной нам причине и если выкопать такую капустину то на корнях вы увидите знаете такое ужасное ужасный нарост такой страшненький прямо это и есть кила и у вас не будет расти капуста то есть вилок не образуется растение больное что же делать чтобы избавиться от такого заболевания если она все-таки присутствует в земле или вы капусту по капусту садите ежегодно такое тоже может произойти у меня в руках два пакета это селитра но одна из них аммиачная и имеет в составе я прочитаю чтобы не набрать значит имеет составе азот общий не менее 34 процентов и магниевые добавки которая всего в количестве 11 процентов а еще органическое вещество гумат не менее 1 процента но аммиачную селитру мы используем не для того чтобы полечить капусту или не дать ей заболеть у нас есть другая селитра и в арсенале ваших удобрений она должна быть на даче обязательно это кальциевая или кальцинированная селитра и в ее составе у нас значит фосфора и она фосфорированная у нее очень много кальция значит но кроме кроме того что в составе есть кальций здесь есть еще микроэлементы магний бор медь марганец цинк кобальт и молибден конечно же в малых количествах но редкоземы все имеются почему нужно кальциевая селитра да потому что именно присутствие кальция в почве она делает капусту недоступны для этого заболевания и не только капусту если у вас автоматики болеют вершинной гнилью значит в поливочной воде и в почве тоже кальция недостаточно вершинный гниль развивается именно по этому поводу и сегодня мы поливаем капусту под корень и помидоры тоже те растения которые придется спасать если вы не поторопитесь гранулированная кальцинированная фосфора содержащая селитра я думаю что она как-то растворяется в воде как-то так минуточку уже забыла есть кальциевая который хорошо растворяется кальцинированная не знаю но другой в магазине нету нельзя пить курить и принимать пищу ну то есть опасность у нее низкая но тем не менее она существует почва не подкисляется что позволяет использовать это удобрение на всех видов сельскохозяйственных земель значит для того чтобы сделать раствор в отличие например от азотного удобрения каковым является карбамид мочевина если ее надо одну ложку на 10 литров то селитры всегда любые две ложки на 10 литров у них послабее азот поэтому ну вот одна столовая ложка я отправляю в лейку а вот вторая столовая ложка ну такие колбаски порубленные видите сейчас я поставлю пачку и попробую размешать все это ну скажу я вам по ощущениям она растворяется до 2 столовые ложки это достаточное количество ну и вода стала конечно мутной значит раствор все таки существует растворимость ее а теперь под корень капусте надо бы попали той земли чтобы она как можно дальше ушла в глубину вот это наша подкормка поэтому у меня тут были дожди и я поливала капусту сверху земля естественно подсохла но внутри она все равно влажная но вы все-таки полейте делайте все правильно значит поливаем под корень не в середину а вот так ну литр полтора вы должны налить обязательно передвигаемся так ну такой леечки хватит максимум на 5-6 растений не более поэтому придется немножко потрудиться но зато вы будете уверены на сто процентов что заболевание кила вашу капусту обойдет стороной ну вот я развела очередную порцию кальцинированной или кальциевой селитры в леке и теперь я отправляюсь поливать помидоры знаете как происходит чаще всего мы значит собрали помидорки все а иногда это и раньше случается и вдруг у них на макушках черное пятно в центре ну такое разочарование в организме потому что все же было хорошо оказывается не совсем вот чтобы предупредить подобную гадость как вершинная гниль пожалуйста один раз пролейте свои помидоры раствором кальциевой или кальцинированной селитры две столовые ложки на 10 литров воды вот пожалуйста сделайте это и еще очень рекомендую поливать розы хризантемы потому что кальций это у нас что раскислитель правильно имел и кальций поэтому и розы тоже не забудьте они любят нейтральную почву вот вы и давайте им нейтральную так у меня у томатиков сделаны лунки поливочные бороздки так переезжаем сюда причем мы с вами убиваем двух зайцев селитра это азотное до удобрения все селитры мы поддерживаем зеленую массу растений и в то же время избавляемся от заболеваний ну а розы будут чувствовать себя прекрасно да там есть доломитовая мука но она есть внизу помните как мы делаем да состав лунки поэтому не забудьте и про них тоже ну вот я выливаю не менее двух литров мне не жалко и между прочим мне не только не жалко мне не лень я надеюсь что вы все видите и слышите и делаете все правильно не забудьте еще у томатов все время обрывать нижние листья когда сформируется первая плодовая кисть когда там у низкорослых у высокорослых мы ее удаляем при посадке когда у тепличных вторая плодовая кисть формируется а у личных первая плодовая кисть формируется то есть помидорки вырастут вот тогда все листья нужно убрать до этой плодовой кисти слышите меня не на лоса сто раз вот за это время повторил одно и то же увижу лысые помидоры я не знаю что с вами сделаю ну послушайте меня листья это зеленая фабрика без листьев а не может быть никаких клеток они вырабатывают шесть видов клеток для стебли для корней для цветов для плодов для самих листьев а вы взяли и оборвали все почему не делайте так пожалуйста на этом крепко обнимаю целую всегда ваша тетя таня